ребята всем привет с вами алексей вы на канале сантехстрой сегодня у нас очередной объект он такого вот плана вот и сейчас мы будем делать здесь сантехнические работы с чего мы начинаем грубо говоря наш весь процесс здесь если видим вначале идут плиточные работы степа передавай привет передавай передавай стопа сейчас подгоняет полностью здесь везде плиточку для того чтобы здесь было везде красота а потом уже после этого все это за фугуруется и мы тогда будем спокойно уже навешивать чистовое оборудование вот и мы знаем что у нас везде будет все идеально так что после укладки плитки у нас все четко здесь все станет и не надо будет потом снимать оборудование для того чтобы потом это все обложить так что первоначально сложим плитку а потом весь процесс что смотрим что у нас получилось мы собираем весь материал это котел наш полотенцесушитель говорят все радиаторы насосы я думаю что это покажу то же самое труба металла плата вот коллектор для радиатор теплого пола вот и сейчас мы это все будем грузить машину и уже на объекте будем все это распаковывать я также все это покажу какому материал будем использовать и весь процесс работы то что садитесь поудобнее вот ребята весь материал мы произвели на объект собрали радиатор здесь получается мы установили термоголовы и вот такие вот сканики получается для подвода отопления уже к нашему радиатору вот сейчас мы в последнее время стараемся брать с нижним подключением радиаторы для чего для того чтобы меньше было штробить вот немножко проштробили вот радиатора сразу же довели как бы здесь уже сюда эти трубы и не надо нам уже потом как бы делать большие эти штробы и тому подобное минимально проштробили ничего не видно все все нельзя спято после того как мы навесим радиатор все это разметили он у нас висит по уровню очертили где надо штробить под наши трубы снимаем наш радиатор и начинаем резать сейчас я вам покажу такой небольшой ребята лайкак как можно резать вот эти вот штробы без пыли если у вас вдруг нету пылесоса либо же вы его забыли либо же здесь ну как бы смысла его нету тянуть потому что наш пылесос занимает много места сейчас вам покажу что для этого надо вот такая вот бутылка с водой делаем здесь отверстие в бутылке набираем воду и смотрите как это легкость можно сделать смотрим ребята пару пару минут секунд вернее у нас профил все есть нигде никакой пыли ничего нету как бы да и мы спокойно можем выбить и при этом не задыхаться и не надо книги респираторы и тому подобное что может кому-то этот будет лайкак полезен так что если будет обязательно полезен подписываемся лайки пишем чтобы это действительно полезно вещь а мы погнали дальше сейчас ребята у нас переделка из видео канализации с учетом того что умывальник у нас будет действия странная машинка будет с этой стороны и вот так вот сделали выход это я не знаю для чего не его так сделали ну короче видно как было два метра трубы да вот грубо говоря они все это сделали и человек пытался изначально как бы может немножечко сэкономить либо же те которые делали шташку сказали зачем оплатить на технику сигнает сколько мы вам все это положим все это сделаем и все будет просто шикарно как быстрее такие здесь уклоны кто-то говорит о том что там алексей неправильно там должно быть не три сантиметра на на сотке да там два с половиной или там грубо говоря там два сантиметра ребята смотрите как после должно быть вот это вот правильно здесь вот здесь и видим отсюда у нас получается 5 сантиметров а здесь у нас получается на двух метрах а здесь у нас получается 26 сантиметров вот это правильный уклон вот так должно быть грубо говоря должно быть 20 сантиметров грубо говоря на 2 метра что вы наверно что неправильно делать еще смотрим да как я еще стал не подрезает цельную трубу вальнули значит здесь будет умывальник то есть сама не подрезая цельную трубу значит здесь будет умывальник прежде чем заливать стяжку вы лучше обратитесь специалистам пускай они вам посоветуют вместе с ними походите все это размерите расчертить и определитесь где что у вас будет стоять а потом только начнете с этим же специалистом разводить все эти выходы и тогда у вас все будет четко и грамотно не надо будет делать двойную работу здесь надо вырезать потом это все это выстребить убрать мусор переделать заново сделать нормальные все эти уклоны потом же надо купить еще и стяжку все это залить чтобы это все было это герметично я думаю что это не дешевле будет чем сделать это нормально специалистами это вот делали ребята которые заливали стяжку ну по сути по судя по тому как они вот здесь вот залили бассейн здесь вот но они наверно такие специалисты и по стяжку подбору специалистов подходите как-то более грамотно и щепетильно вот а мы будем переделывать я также покажу что у нас здесь получится еще вот они сделали под уклоном это вот и делали мне вот так тоже канализацию на эту часть в принципе не везде здесь вот выходы приходится переделать сами на кухне будем как-то вводить углами для того чтобы это более рационально все это смотреть что я в конце уже также покажу как это будет видеть после того когда мы уже все по выштабливали мы навешиваем наши радиаторы вот во всех комнатах получается здесь если видим в этой части вот радиатор мы используем керми если не российского производства есть место мы разрешим наше все часовое оборудование это наш котел и коллектором для радиаторов и для теплых полов ничего здесь тоже сложного нету коллектор я собирал я оставлю ссылочку да если кому-то будет интересно ссылка будет в описании вы также можете зайти посмотреть подробно принцип работы этого коллектора чтобы для этого использовали потому что большинство пишет почему-то этом не рассказываю не говорю это потом то что ребята ссылка будет в описании зайдете посмотрите что мы здесь используем здесь используем вот два крана фильтр для чего этот фильтр здесь стоит для того чтобы собирать весь мусор который собрался нас с отоплением у нас пошла подача прошла через весь коллектор и для того чтобы мусор не попадал в котел ставим вот такой вот фильтр для того чтобы его почистить мы просто прикрываем два крана откручиваем чистим сетку назад поставили закрутили каких потом нету такого что это лужа у нас будет стоять потому что большинство делать один кранный фильтр это получается один кран перекрыли открутили показ там все давление не спадет система вы не сможете грубо говоря очистить что ставим два крана видим пошла подача сразу же здесь еще раз здесь у нас стоит кран три четверти до мы строчит нового крана переходим на 32 полипропилен увеличиваем диаметр для того что нам хватило разбора на все потребители пошла подача зашла на коллектор возвращается обратка заходит опять котел котел мы используем видит лишь это получается двухконтурный котел вот здесь система простая также зашла холодная вода на котел нагревается на выходит горячая вода и потом расходится по потребителям вот так вот мы сделали здесь если полным когда было изначально сделано сейчас мы переделали вот у нас пошла подача здесь стоит фильтр универсально он может работать и в одном и втором положении то что чтобы не задавали в комментариях глупых вопросов вот его можно ставить в таком вот результатном положении заходит сюда холодная вода проходит через чечку чета воды здесь если видим мы увеличим сразу диаметр первоначально у нас пошла на полив если видим как мы здесь аккуратненько поставили вот чашечку здесь все четко с плиточкой дальше первоначально кучу остатрюсь пошла на полив потом через две колбы очищена вода пошла на наш если видим вот котел вот пошла видите идет раз опять что никак поднимается на наш котел и дальше пошла по всем потребителям также пошла на кухню и горячая вода вышла пошла вот здесь на кухне и пошла ко всем потребителям также ничего сложного нет здесь есть видим есть поставили вот такую декоративную аккуратненько чашечку вот так это все выглядит нигде ничего не треснул ни кирпич ничего все вода работает люди могут спокойно уже пользоваться поливом сейчас вам покажу ребята как сделали электрики когда цели мы здесь 32 полипропиленом электрики просверлили двенадцатым двенадцатым сверлом сейчас покажу результат вот так вот ребята видим как получилось как вывалился здесь кирпич воду них я бы и честно заставил бы все это переделать за свои деньги купите бы этот кирпич что были уже порядок готовили для укладки пеноплекса и для разводки труб уже непосредственно к коллектору нашим кардиатор прошу прощения потому что здесь у нас коллекторная разводка здесь на каждый потребитель будет идти свои отрасли получается принцип такой что наше отопление будет нагреваться равномерно у нас сразу же мгновенно нагревает сердят и не будет равномерно не будет окончен 1 горячей другой холоднее 3 там не догревая мгновенно сразу с нагреться будет одинакова теперь вот здесь будет неплохо мойка и выход для посудомоечной машинки также вот реализовали выход для посудомоечной машинке канализации и выход так же самое вода для посудомойки и для ухода здесь будет у них проект здесь если видим мы здесь помним как было канализация да все это переделали залили здесь уже бетоном сделали ровное основание вот и вот так вот реализовали выход для рукомойника здесь будет стоять унитаз обычный да и будет рукомойник сейчас мы знаем что у нас четко ляжет плиточка навесится аккуратненький рукомойник и будет формированный выход уже непосредственно в канализацию как иначе не должно быть тоже на это обращайте внимание что потом не переделывать если видим в ванной комнате здесь вот делали работу для полотенцесушителя здесь будет висеть полотенцесушитель он будет максимально высокий для того чтобы можно было много всего чего сюда навешать и поэтому мы немножечко его ниже опустили чтобы можно было досать почти до верхней полки здесь выход для ванны и выход для умывальника также здесь выход стоит для стиральной машинки вот такого плана и выход для по 32 для умывальника также выход для воды на стиральную машину также помню дальше вот здесь мы переделали канализацию мы сделали нормальный уклон здесь видим перешли на 50 трубу и дальше уже через два таких треника уже завели сделали выход канализации также здесь все позаливали все сделали чтобы уже здесь также было ровное основание что можно было вложить и на 5 здесь раствор здесь повыравнивали также чтобы можно было спокойно вложить этот пенопресс чтобы не было вот этих буглов вот так что на это тоже надо будет обращать внимание вот чтобы потом не надо было доплачивать переплачивать монтажников а сейчас мы будем мотать как я говорил до трассы для наших коллекторов я уже в конце уже когда мы все это дело также покажу что у нас получилось и уже потом в конце будет раскладка тёплок ребята не переключается смотри погнали отопление мы уже разведем получается видим какое количество труб у нас идет здесь мы поставили вот такие вот колпачки вот спасибо скантер вот ребята нам в свое время грубо говоря их и доставили и сейчас вот если видим они как плотно находят наш на эту трубу если где-то будет какой-то потек он не будет затекать под утеплитель а будет стекать по вот этому колпачку и тогда мы видим если у нас какая-то будет утечка и вот так вот радужно смотрим но смотрится и потом еще сюда будем клеить наклеечки смотрим какая трасса идет здесь аккуратненько мы их проложили друг другу плотненько вот и вот пошла вот эта часть на полотенце сушитель и дальше пошла на наши потребители видим к радиатору ну каждая ветка идет отдельно на радиатор на 1 на 2 3 вот так они вот грубо говоря расходится и еще смотрите как вот за нашими видео получается мы используем вот такие вот удлиненные экраны эти краны фирмы вверх и взяли на отрез до конца мы здесь не заделывали пеной это уже зафиксируется здесь цементно-песчаная этой штукатуркой либо же раствор чтобы она стояла жестче и вот видим здесь мы берем необычные соединители берем именно под пресс может у кого-то как бы этого пресса как бы нету лучше делать именно так почему потому что потом это переделать будет гораздо сложнее взбивать плитку лучше изначально сделать хорошо и качественно что потом не было никаких нюансов вот сейчас мы уже видим за отопление разложены сейчас мы будем ставить пеноплекс и уже разматывать так же я покажу как это все будет выглядеть все ребята пленочку мы везде уже расселили нюансы были здесь так как вот сам фундамент был не ровный пришлось как бы говорится видим вот частично прививать грибками вот этот пеноплекс полу где-то частично подсыпать грубо говоря белый влечным песком для того чтобы ровно лежал вот пристреливать и грибками ну уже относительно там распенивать или прокладывать пленку как бы есть какие-то нюансы когда действительно неровная стяжка и потом дальнейшем конечно это очень много занимает времени чтобы это все реализовать и ванная комната вот с учетом переделки канализации видим как ровно будет четко уже заподлицо со снятой здесь также чисто только будет систем очистки и нашим вот это вот коллекторная группа сейчас мы будем также одевать такие вот толпачки красного-синего цвета на вот этот коллектор и уже разводить полностью теплый пол какие-то нюансы я покажу как бы да и еще оставлю ссылку как разматывать теплый пол да у нас также есть видео там где я более подробно объясняю ну что ребята не будем как бы отвлекаться ну и погнали смотрите ребята как мы делаем мы начинаем с первого контура если видим вот у нас пошло и идет здесь есть видим через стену через стену здесь будет проходить и получается для того чтобы сократить контура сейчас я вам покажу здесь если видим мы сразу делаем самый дальний контур побежишь самый дальний контур у нас получается это вот этот здесь есть и видим еще когда потопили здесь если видим здесь у нас мансардное окно мы делаем шаг после мансардного окна где-то через сантиметров 10 витков грубо говоря там 78 кто сколько город вот а дальше уже этот шаг увеличивается на 15 грубо говоря сантиметр для того чтобы нам не ставить конвектор какой-то да и для того чтобы не было конденсирования здесь на окне мы делаем шаг поменьше для того чтобы теплообмен был лучше и тепло как бы здесь больше сохранялось потому что здесь мансардное окно как бы самые большие будут потери вот мы примерно считаем контур так чтобы где-то примерно нас грубо говоря там 85 там метров где-то примерно вот так 80 грубо говоря выходил контуры уже следующему уже немножечко увеличиваем сейчас ребята к нам пришел подписчик подписчикам то он передавать привет вот он тоже как бы хочет стать техниками и это по нашим видео по другим он грубо говоря учиться тоже объект примерно по нашей схеме сделал коллектор и сейчас будет подать теплой полы вот так что он пришел посмотреть какие-то нюансы будет непонятно он также будет задавать вот и сейчас он поработает у нас немножечко оператора пока мы будем мотать да и какие-то если будет у него там вопросы он будет сразу же задавать я буду на них пытаться как бы отвечать вот примерно как-то так сейчас мы будем мотать следующий контур и посмотрите онлайн режиме как это выглядит на что надо обращать внимание и как для новичка как бы я думаю будет понятно мы берем сантиметр прямо рядышком возле трубы с 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 так примерно прикируем какой должен быть у нас контур здесь если мы увидим вот это само помещение мы примерно разделяем на все разные, вернее одинаковые, грубо говоря, контур здесь, в этом месте здесь заворачиваем и здесь видим вот такой вот у нас будет примерно контур он чуть меньше, чем тот, с учетом того, что здесь шаг будет немножко пошире здесь нет у нас окна и дальше мы отключаем так вот здесь шаг мы увеличиваем делаем так, чтобы мы будем еще возвращаться здесь мы будем делать через 15 получается 10, 20, грубо говоря, 30 значит закинаем и куда-то будет возвращаться труба она будет возвращаться через 15 сантиметров так 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 что мы сделаем здесь, здесь у нас получается будет разворот и назад уже будем возвращаться. здесь мы будем аккуратно поморачиваем так, чтобы эта труба не заломалась ее вначале мы накинули подтягиваем в одну сторону потом немножечко в другую в одну в другую таким вот образом мы ее накатываем сильно не закатываем сильно не сгибайте если вы ну новичок как бы сильно лучше сделайте пускай больше у вас будет здесь изгиб для того чтобы не заломать эту трубу то что называется какие трудности у нас это не что 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 это что 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 у сейчас сейчас на данном этапе 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 Субтитры сделал DimaTorzok